Зона хранения скафандров в стыковочном отсеке. Это наш шлюзовой модуль, из которого мы осуществляем выход. Ну, естественно, скафандры к выходу нужно подготовить. Для этого мы занимаемся расконсервацией скафандров, проверкой оборудования всех систем, заменой сменных элементов. Мы меняем кислородные баллоны, устанавливаем, чтобы они были заряжены, резервный основной кислородный баллон. Литиевый патрон, который удаляет углекислый газ во время выхода. Лавгосборники мы должны поставить. Новый аккумулятор на батарее, поскольку скафандр автономен, мы не используем фалы, а для этого используем нашу аккумуляторную батарею скафандровую, которая запитывает все системы скафандра. Сейчас я вам расскажу немного о расконсервации скафандра и о работе со сменными элементами. Вот сейчас мы открываем нашу дверцу, в которую космонавт выполняет вход в скафандр. К раз консервации относятся проверка костюма КВО, костюм водяного охлаждения, при помощи которого происходит термостатирование операторов в скафандре. Это шлемофон, при помощи которого ведется связь, гигиенические перчатки. Перчатки, кстати, всегда новые над скафандром мы устанавливаем. Они одноразово, максимум, может быть, два раза в целях безопасности. Все практическое оборудование установлено вот здесь, за этой шторкой, на откидной дверце скафандра. Здесь же находится аккумулятор на батарее, вот я ее буду позже устанавливать. Здесь основной кислородный баллон, здесь резервный кислородный баллон, литиевый патрон, влагосборник, бачок с водой, который, как раз, используется для охлаждения. Сейчас я вам покажу замену отдельных элементов. Вот проверка костюма водяного охлаждения, чтобы были все целые трубочки, вот по которым бежит вода, они видны. Вход и выход водички, он подсоединяется к внутренней системе скафандра. Вот при помощи этого костюма происходит охлаждение оператора, работающего в скафандре, либо может затеплиться, уменьшить скорость течения воды. Для этого есть специальный кран-регулятор у нас на лицевой панели, на передней части скафандра. Стыкуется он при помощи этих разъемов к водяной системе скафандра. Каждый костюм для оператора выдается по размеру, размеры разные, так чтобы в нем не было тесно. Время подготовки мы занимаемся сепарацией систем, водяной системы скафандра и колодок, для того, чтобы удалить все пузырьки газа. Ну, замена сменных элементов, вот баллон кислородный. Вот я сейчас буду менять основной баллон, прежний. Вот, его достаточно давления 400 на 6-7 часов работы, даже до 8 часов работы. Резервный баллон используется на случай резерва. В случае порыва скафандра у нас есть вот такая таблица на перчатке. И можем определить время, резервное время рассчитать. Скажем, при давлении 400 резервного времени одного баллона, ну, естественно, при небольшом порыбе, хватит на 30 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы оператор добежал до выходного устройства, зашел внутрь стыковочного отсека, закрыл люк и начал шлюзование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова